здравствуйте ребята мы продолжаем с вами занятие и сегодня мы разве разберем такую тему как неравенство начнем с линейных неравенств итак смотрим на задание 9x минус 4 умноженное на 4 x минус 7 больше либо равняется минус 3 обратите внимание что тут нам надо раскрыть скобки перед скобкой стоит знак минус значит мы должны все знаки поменять на противоположный и так 9x минус 4x плюс 28 больше либо равно минус 3 5x больше либо равняется 28 переносим с противоположным знаком 5x больше либо равняется 31 и так x больше либо равен 31 делим на 5 x больше либо равняется минус 6,2 следующий шаг показываем на числовом луче отмечаем точку минус 6,2 аккуратненько исправим больше идет правую сторону больше либо равняется обратите внимание больше либо равно показывается тем что точка входит в решение и записываем ответ x принадлежит от минус 6,2 до плюс бесконечности следующий пример тоже надо раскрыть скобки раскрываем скобки так переносим тройку с противоположным знаком и у нас получается вот такое неравенство обратите внимание у нас x с минусом минус 6x давайте сделаем такое действие поменяем знаки при умножении на минус единицу у нас знаки меняются на противоположный и знак неравенство тоже меняется на противоположный и и теперь отсюда мы можем найти x минус 9 делим на 6 x меньше минус 1,5 покажем на числовом луче минус 1,5 меньше идет в левую сторону запишем ответ x принадлежит от минус бесконечности до минус 1,5 круглая скобка и так неравенство строгая точка выколотая скобка круглая еще раз если неравенство не строгая точка входит мы ее закрашиваем в ответ скобку квадратную ставим полуинтервал полуотрезок да у нас здесь строгая выколотая круглая это очень важно теперь рассмотрим следующий пример следующее неравенство обратите внимание произведение двух выражений первый шаг приравняем к нулю и у нас получится линейное уравнение мы уже с вами знаем что мы можем каждый множитель приравнять к нулю отсюда x равен минус 2 здесь x равен 7 следующий шаг отметим эти точки на числовом луче минус 2 и 7 неравенство строгая поэтому точки будут выколоты и выделим интервал теперь делаем такой шаг возьмем точку допустим мы берем ноль и проверяем знаки подставляем сюда подставили ноль тут знак плюс здесь подставили ноль минус и плюс до минус даст мне минус значит в этом интервале знак будет минус а все остальные знаки меняются на противоположные и ответ мы должны записать тот взять промежуток где больше нуля мы видим что больше нуля у меня лежит вот в этом промежутке значение ответ запишем x принадлежит от минус бесконечности до минус 2 круглая скобка и от 7 до плюс бесконечности следующее задание первый шаг пожалуйста посмотрите x квадрате плюс x меньше либо равняется нулю и у нас получится неполное квадратное уравнение как его решали выносим x за скобки когда произведение равняется нулю когда один из множителей равен нулю при этом 2 существует мы приравниваем каждый множитель к нулю и находим корни и так мы получили два значения ноль и минус единиц отметим эти числа на числовом луче минус единица так как неравенство не строгое минус единица входит точку мы закрашиваем и ноль тоже выделяем интервалы посмотрите ребята ноль у нас задействован если число задействовано то выгодно нам брать вообще какие числа выгодно брать как ноль один десять ноль у меня занят поэтому мне можно взять единицу или число десять если мы возьмем единицу при единицу здесь будет все положительное значит в этом интервале у меня знак плюс все остальные знаки меняются на противоположные то есть чередуются и теперь смотрим меньше нуля где у нас интервал меньше нуля вот он значит x принадлежит от минус единицы до нуля и так неравенство не строгое точки входит скобочки квадратные то есть ответом является отрезок следующее неравенство x квадрате меньше 36 посмотрите сделаем такой шаг перенесем влево 36 и будем сравнивать с нулем вот здесь ребята надо обратить внимание на то что у нас это не уравнение поэтому мы будем применять так давайте я запишу разность квадратов разность квадратов у нас выглядит вот так формула то есть посмотрите внимательно я буду применять вот эту формулу при решении данного неравенства x минус 6 и x плюс 6 и уже у нас с вами подобное неравенство встречалось мы уже умеем его решать приравняем к нулю найдем значение я уже и отметим на числовом луче эти точки минус 6 строго значит у нас эти точки выколоты отмечаем промежутки и теперь нам нам надо найти определить какой знак имеет каждый из промежутков возьмем 0 но лежит в этом промежутке подставим сюда ноль здесь будет значение минус здесь плюс и минус на плюс даст мне минус все остальные знаки чередуются ответ меньше нуля нас просят записать вот он в этом промежутке x принадлежит от так у меня круглая скобка от минус 6 до 6 и так следующее задание но чтобы приступить к следующим заданиям давайте вспомним при решении квадратного уравнения когда мы находим дискриминант у нас могут получиться варианты если дискриминант больше нуля два корня если меньше нуля нет корней а если дискриминант равен нулю то мы с вами говорили что у нас один корень ну на самом деле конечно один корень на самом деле у нас два равных корня вот это знание нам сейчас поможет итак рассмотрим неравенство x квадрате минус 4x плюс 3 больше либо равен нулю первый шаг приравняем к нулю и мы уже с вами умеем решать квадратное уравнение найдем дискриминант минус 4 в квадрате минус 4 на 3 у нас получается 16 минус 12 это 4 выражаем полный выражаем квадрат 4 это есть два в квадрате и так x первое 4 минус 2 делить на 2 2 делим на 2 единиц x второе 4 плюс 2 делим на 2 6 пополам это 3 мы нашли корни отметим эти числа на числовом луче так как уже не смотрим на неравенство так как неравенство не строгое мы эти точки должны закрасить то есть они у нас будут входить в ответ взяли 0 0 лежит обратите внимание вот в этом промежутке подставили сюда 0 эти у нас числа обнулились и ответ будет со знаком плюс то есть в этом промежутке у нас знак плюс все остальные знаки чередуются просят нас записать ответ больше нуля больше нуля у нас лежит вот в этом промежутке значит ответ x принадлежит от минус бесконечности до единицы квадратная скобка и от 3 до плюс бесконечности наш урок подходит концу мы продолжим эту тему на следующем уроке до новых встреч а 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 Продолжение следует...